То, как эти персонажи приняли смерть, заслуживает оваций. Добро пожаловать на WatchMojo Россия, и сегодня мы подобрали для вас топ-10 смертей злодеев на телевидении, приносящих удовольствие. Перед началом напомним, что мы публикуем видео каждый день, так что не забывайте подписываться на канал и включать уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски. В этом списке мы рассмотрим сериальных злодеев, чья смерть доставила наибольшее удовлетворение зрителям. Это довольно очевидно, но на всякий случай в видео полно спойлеров. Номер 10. Азазель. Или желтоглазый демон. Сверхъестественное. Ответственный за смерть матери главных героев, желтоглазый демон, по сути, является причиной главного конфликта в сериале. Ведь большую часть первых двух сезонов Сэм и Дин гоняются за этим принцем ада. Азазель получает садистское удовольствие от пыток людей, а братьев Винчестеров он считает просто игрушками. Поэтому особенное удовольствие получаешь от того, как Дин, простой смертный, убивает Азазеля выстрелом из своего кольта. Это, правда, не облегчает жизнь Винчестером, но все равно смерть Азазеля является одним из лучших моментов сериала. Номер 9. Преподобный Стив Ньюлин. Настоящая кровь. Присутствуя на протяжении всех семи сезонов, этот телепроповедник по всем пунктам подходит под эталон религиозного шарлатана, который приходит к власти, чтобы распространить свой фанатизм и разбогатеть. Изначально ненавидевший вампиров как член Братства Солнца, а потом ставший одним из них, Стивен Ньюлинг умирает от руки своего собрата, вампира Эрика Нортмана. Он наживался на том, что якобы говорил правду и обещал помочь понять свет Божий, а теперь он сгорает в солнечном свете. Поэтичная смерть. Номер 8. Артур Митчелл. Или убийца-троица. Декстер. Декстер Морган – серийный убийца, который выслеживает других, еще более жестоких убийц. Из всех врагов, с которыми столкнулся этот эксперт-криминалист, Артур Митчелл, возможно, самый запоминающийся. Не работает так же. Попробуй. Известный как Троица, Артур проводит серию ритуальных убийств каждый год, а в остальное время носит маску обычного отца из пригорода. Попробуй, где моя сестра? Дай мне радио, чтобы посмотреть, где моя партнер. Изначально Декстер восхищается способностью Артура вести двойную жизнь, но его отношение меняется, когда он узнает, что Троица оказывается тираном своей семьи. Декстер в своем стиле дал попробовать Артуру его же пилюлю, так что смерть Троицы получилась довольно кровавой. Теперь уже закончилось. И хотя смерть Артура приносит удовлетворение, ее последствия оморачают настроение. Номер семь. Красный Джон. Менталист. Шесть сезонов зрители наблюдают за попытками Патрика Джейна раскрыть личность Красного Джона, серийного маньяка, убившего семью героя. Породив несколько подражателей и дав длительному расследованию множество ложных зацепок, Джона можно назвать злом во платье, и когда время приходит, Патрик не медлит ни минуту, прежде чем убить психопата. Во многих смыслах Красный Джон это классический серийный убийца, похожий скорее на демона и страшилок, чем на реального человека. Но ничто не удовлетворяет так, как видеть любимого героя, уничтожающего своего заклятого врага. Номер шесть. Нина Майерс. Двадцать четыре. Прежде чем вонзить нож в спину всей Америке, Нина Майерс предстала перед нами как федеральный агент. Но позже она совершила множество преступлений, включая убийства и продажи боевого вируса. Нина Майерс! Несмотря на то, что в первом же сезоне ее поймали с поличным, Нина получила президентское помилование и почти что избежала правосудия. Я просто делаю мою работу. Твою работу? Моя жена и дочь почти умерли сегодня. И если бы не дико взбешенный Джек Бауэр, ей бы все могло сойти с рук. Никто не может безнаказанно убить его жену, так что это было лишь вопросом времени, когда Майерс окажется под дулом пистолета. Ты не имеешь никакой полезной информации, ты, Нина? Я тоже. Нет, ты не. Номер пять. Филипп Блейк или Губернатор? Ходячие мертвецы. Конец света меняет людей. Кто-то открывает себе неведанные ранние силы, кто-то теряет человечность и становится еще хуже, чем заполнивший землю зомби. Губернатор – хладнокровный, жестокий социопат, основывает фанатическое ополчение, уничтожающее всех, кто представляет угрозу, причем в основном людей, а не ходячих мертвецов. Мы должны удивить их. Убирать их. Он стал причиной смерти десятков персонажей и, как оказалось, держал свою зомбифицированную дочь как домашнее животное. Губернатор настолько отвратительный и чудовищный, что его страшная и медленная смерть вызывает ощущение, что он еще легко отделался. Номер четыре. Джун Сталл. Сыны анархии. В историях, где главный протагонист – преступник, злодеем зачастую является человек закона, и Сыны анархии – не исключение. На первый взгляд, Джун Сталл – обычный оперативник отдела по борьбе с незаконным оборотом оружия, который хочет уничтожить банду байкеров. Однако она не боится переступать через людей и идти по трупам на пути к успеху. Она ответственна за множество смертей как косвенно, так и напрямую, и по сравнению с ней даже байкеры кажутся благородными. Смерть Джун была такой же жалкой и трусливой, как и ее жизнь. Совершенно отвратительный персонаж без какой-либо морали, Джун еще хуже преступников, на которых она охотится. Хотя на смерть Клея Мору тоже было приятно смотреть. Номер три. Кевин Томпсон или Килгрейв. Джессика Джонс. Роскошно сыгранный Дэвидом Теннантом, Колгрейв – отвратительный мутант, способный практически полностью контролировать разум любого человека. Испытывая садистское влечение к Джессике Джонс, Кевин фактически превращает могущественную супергероиню в безвольную рабыню. Для этого злодея не существует рамок и границ. Когда Джессика освобождается от его контроля, Колгрейв становится одержимым героиней. Он даже заставляет ее притворяться женатой парой. После месяцев мучений Джонс все-таки умудряется перехитить Килгрейва. Номер два. Рэмзи Болтон. Игра престолов. Удовольствие – это то, что обычно испытываешь от смертей в «Игре престолов», но в шестом сезоне была парочка исключений. И хотя смерть Уолдера Фрея заслуживает упоминания, на второе место мы все же поставили Рэмзи Болтона. Неисправимый социопат, сыгравший главную роль в падении дома Старков, а потом захвативший контроль над Винтерфоллом в качестве хранителя Севера, Рэмзи был захвачен и заперт в темнице Джоном Сноу. Болтон заслуживал публичной казни, но его невольная жена Санса выбрала для него более ироничную смерть. Прежде чем рассказать вам о первом месте, перечислим несколько невошедших в топ-смертей, достойных упоминания. Продолжение следует... Номер 1. Джоффри Баратаун. Игра престолов. И хотя смерть Короля Ночи в восьмом сезоне вызвала бурное обсуждение, основной части фанатов она показалась преждевременной, будто эту сюжетную линию оборвали в спешке, из-за чего она не вызвала совершенно никакого удовлетворения. Именно поэтому смерть другого легендарного злодея из Игры престолов мы поставили на первое место. Его ненавидят совершенно все. Джоффри был коронован после смерти Роберта Баратауана, что сделало высокомерного подростка еще более жестоким и злобным. Дав приказ об обезглавливании Неда Старка и пытая Сансу при любой возможности, Джоффри олицетворяет в себе черты худшего правителя и худшего Ланнистера. Даже во вселенной сериала все, кроме Серсея, почувствовали облегчение, избавившись от такого ужасного короля. Согласны с нашим списком? О каких злодеях мы забыли? Напиши о них в комментариях. Рекомендуем посмотреть наши другие видеоролики, а также подписаться на канал и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео.